Кадир сжег корабли и обрушил свои боевые топоры на Джемаля. Он решает склонить баланс акций компании в свою пользу, сотрудничая со своим братом Эролом. Однако то, что он узнает в этот момент, сильно его смущает. Айлис находится под воздействием пережитого шока. Его утешением является Кадир, который всегда рядом с ним, даже если он не подозревает о ситуации. Исмет не может поделиться с Кадиром тем, что он знает, из-за давления со стороны Джемаля. Тем не менее, знания, которые он изучает, вызывают проблемы. Он и его жена Сангюль столкнулись с леденящим кровь инцидентом. Джемаль беспокоится о том, чтобы как можно скорее сделать вход и захватить компанию. Пока он реализует план по устранению Кадира, вред, который он нанесет собственному сыну Эролу, даже не приходит ему в голову. Пока Кадир продолжает расследование подозрительной смерти своего деда, он испытывает на себе тяжесть истины, которую узнал. Он не хочет хранить тайны между ним и Айлис, но сказать правду непросто. Кадир сталкивается лицом к лицу с Джемалем, находясь под влиянием шокирующих событий дома. Теперь ему предстоит сражаться на нескольких фронтах. Пока Айлис и Кадир строят планы на будущее своей семьи, Айлис потрясена полученной новостью. Айлис будет нелегко пережить эту ситуацию или поделиться ею с Кадиром. Кадир полон решимости забрать Джемаля из дома. Однако Джемалю удается привлечь на свою сторону Михри и Айлис, и он делает вход против Кадира. С другой стороны, Кадиру предстоит столкнуться с правдой, о которой он никогда бы не подумал. После того, что случилось с Эролом, Мерием начинает сожалеть о плане, который она составила село. Пока он думает о том, что ему следует сделать, чтобы простить себя, он получает плохие новости, которые изменят всю его жизнь. Хотя Айлис и жаль свою мать, она также пытается понять, как и кто ее довел до такого состояния. Получив информацию о том, что Кадир был последним, кто встречался с Сибель, полиция забирает его показания. Кадиру трудно объяснить, почему он скрыл факт встречи с Сибель. Сангюль улавливает ключ к разгадке важной тайны в жизни село. Вместе со Сметом они начинают расследовать факты. Низахат идет к Кадиру и предупреждает его о Джемале. Оставаясь рядом с Айлис, Джемаль стремится избавиться от подозрений и найти доказательство правды, которую скрывает Сибель. Мерием пытается втянуть Эролла в свою игру, чтобы заставить его признаться в правде. В этом вопросе ему нужна поддержка село. Однако цена его игры будет высока. По мере приближения времени свадьбы Айлис начала волноваться. Сможет ли Кадир догнать? Тайна, которую Айлис узнала от матери, смутила Кадира. С другой стороны, его отчим Джемаль теперь будет более активно участвовать в жизни Кадира, чем раньше. Пока Джемаль пытается не допустить раскрытия своих грязных тайн, круг вокруг Исмета постепенно сужается. Когда Исмет узнает правду о своей жене и дочери, он испытывает сильную панику. Село находится на перепути тюрьмы. Пока он думает о том, какая жизнь происходит снаружи, он потрясен полученной новостью. Кадир несет бремя того, что он узнал, и изо всех сил старается не омрачить счастье Айлис. Утром ночи, полный сюрпризов, которые он приготовил для Айлис, в их жизнь обрушивается большая бомба. По мере приближения времени свадьбы Айлис начала волноваться. Сможет ли Кадир догнать? Тайна, которую Айлис узнала от матери, смутила Кадира. С другой стороны, его отчим Джемаль теперь будет более активно участвовать в жизни Кадира, чем раньше. Пока Джемаль пытается не допустить раскрытия своих грязных тайн, круг вокруг Исмета постепенно сужается. Когда Исмет узнает факты, касающиеся его жены и дочери, он испытывает сильную панику. Село находится на перепути тюрьмы. Пока он думает о том, что приносит жизнь, текущая полным ходом снаружи, он потрясен полученной новостью. Кадир несет бремя того, что он узнал, и изо всех сил старается не омрачить счастье Айлис. Утром ночи, полный сюрпризов, которые он приготовил для Айлис, в их жизнь обрушивается большая бомба. Пока Эрол, застреленный село, борется за свою жизнь в больнице. Кадир, винищий во всем этом себя, делает все возможное, чтобы как можно скорее передать село полиции. Надеясь найти своего отца, Айлис столкнулась с тем, что у нее есть брат-близнец. Какой ответ она получит, столкнувшись с матерью? Сможет ли село, ставшее беглецом вместе со своим сыном Умутом, бросить все и уйти далеко? Кадир, которого ударил село, выигрывает битву за жизнь. Но село не отказался от намерения отомстить Эролу. Эрол же не может нести вину за разрушенные жизни после непреднамеренно вызванной им смерти. Пока Элис пытается узнать, кто ее отец, Кадир, наконец, находит разгадку. Мерием, которая появляется перед село, когда он меньше всего этого ожидает, удивляет его своим сходством с Захиди. Видео, которое получает Джемаль, показывает ему, что он не единственный человек, который знает о совершенном им убийстве. Село Эрол, встретившееся лицом к лицу в стеклянном доме, наконец-то поделится своим козырем. Трагедия, постигшая Захиди, опустошила обе семьи. С одной стороны, Джемаль и Михри пытаются спасти Эрола из этой ситуации, а с другой – село, желающее отомстить за жену. Пока Кадир расследует, имеет ли Эрол какое-либо отношение к этой смерти, подозрения село в этом направлении постепенно усиливаются. Кадир, который не оставляет Элис одно ни на мгновение после того, что она пережила с Сирканом, поддерживает Элис в поисках отца. Когда село Эрол, наконец, встретится лицом к лицу, чтобы отомстить, сможет ли Кадир остановить село. А Элис, встречающая свою мать в доме Кадира, не слушает объяснений Кадира и просит его держаться от нее подальше. Кадир сдается, у него больше нет сил убедить Элис. Но вскоре Элис понимает, что ее чувства к Кадиру слишком сильны, чтобы их можно было подавить. Однако после случившегося переубедить Кадира будет непросто. Эрол и село снова встречаются и сильно ссорятся. Эта драка заставит село покинуть дом вместе со своей семьей, и произойдет великая трагедия. А Элис потрясена, когда фамильные кольца отца Кадира скатываются и приземляются к ногам Элис. С этого момента жизнь всегда сводит их вместе. Хотя эти встречи каждый раз приближают Кадира к Элис, они пугают Элис. Потому что Элис собирается выйти замуж за другого. А Элис, он научился ни к кому не привязываться, когда мать оставила его в детском доме. Вот почему она хочет выйти замуж за Серкана. Он не влюблен в нее. В его глазах это просто убежище. Но все меняется, когда он видит Кадира. Он сразу понимает, что это то чувство, от которого он бежал годами. Хоть Элис и старается держаться подальше от Кадира, жизнь связывает их невидимыми нитями, и каждый раз они снова сходятся вместе. Встретив эти чувства, Элис не может выйти замуж за Серкана, но старается держаться подальше от Кадира. Когда Элис и Кадир наконец воссоединяются, раскрывается большая тайна. 13 марта 1992 года. Дата, когда семья Эрен была рассеяна с сильным землетрясением. Кадир Эрен открывает глаза, когда считается, что он умер в возрасте 17 лет, и его кладут рядом с другими трупами. Он вернулся к жизни, но потерял отца, которого любил больше жизни. Его мать вышла замуж за другого мужчину. Кадир не может снова держаться за жизнь, ему всегда чего-то не хватает. Пока он не увидит Элис, фамильное кольцо его отца, которое он в тот день так и не снял с пальца, скатывается и приземляется к ногам Элис. Точно так же, как кольцо его отца пришло к его матери. С этого момента жизнь всегда сводит их вместе. Хотя эти встречи каждый раз приближают Кадира к Элис, они пугают Элис. Потому что Элис собирается...